27 лидеров стран ЕС на неформальном саммите в Праге не смогли договориться по решению энергетических проблем. На встрече они в общих чертах договорились заключать контракты на поставки энергоносителей централизованно, но не определились с деталями введения потолка цен на газ. Поэтому поручили Еврокомиссии доработать этот вопрос. Через две недели лидеры встретятся на очередном саммите в Брюсселе, где решат, как реформировать энергорынок и обеспечить будущие поставки газа. Мы гораздо лучше подготовлены к зиме, чем это было раньше. Просто приведу вам цифру. В начале военного конфликта в Украине доля российского газа от общего импортируемого ЕС объема составляла 41%. Сегодня мы снизились до 7,5%. Ясно, что следующей весной, в конце зимы, когда наши хранилища будут истощены, крайне важно, чтобы мы могли совместно закупать газ, не пытались выторговать для себя более выгодные условия за счет друг друга и использовали на переговорах с внешними партнерами нашу коллективную силу. На форуме лидеры ЕС также высказались о намерении продолжать оказывать военную и финансово-экономическую помощь Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшие дни Брюссель выделит Киеву еще 2 миллиарда евро.